Сегодня мы с вами продолжим с помощью Всевышнего уроки по книге Шмуэля, по, как говорится, Шиурим Муханим, готовые уроки, которые предоставил для нас автор Датсофлим. Урок посвящается. И здесь, во второй главе книги Шмуэля, описывается молитва Ханы, когда она исполнила свой обед и отдала Шмуэля на попечение Эли, первосвященника, чтобы он служил Всевышнему всю свою жизнь. Как мы увидим, позже Шмуэль действительно станет лидером ее народа и пророком. Но в нашей главе, пока еще Шмуэль маленький, описывается молитва, которую молилась Хана перед Всевышним. Кстати, Сифадим ее читает каждый день в утренней молитве. И здесь очень много разных есть интерпретаций, и, по некоторым мнениям, она подсказывает, она же тоже считается пророчицей, что она подсказывает то, что в будущем произойдет, разные изгнания и тому подобное. Но автор пытается объяснить согласно простому смыслу, как вся эта молитва взаимосвязана и о чем вообще речь. Похоже, что Хана коснулась в том числе фундаментальных вопросов управления миром Всевышним. Многие вопросы, которые на самом деле непонятны и невозможно понять в этом мире. Во всяком случае, я сейчас попытаюсь сделать следующее. В отличие от предыдущих двух уроков, я здесь сначала прочту вам русский перевод, который я с интернета взял, какой-то из переводов данной молитвы. Увидите, насколько все сложно, насколько непонятно, какая связь между разными частями этой молитвы. А потом мы попытаемся сделать вот этот готовый урок, как, значит, учитель с учениками пытается разобрать модельный урок автора Датсофлина. И как-то связать эту молитву, чтобы было понятно, что именно Хана хочет сказать. Значит, итак, вот пример русского перевода молитвы. Молилась Хана и сказала, «Возрадовалась мое сердце во Всевышнем, вознесен мой урок». Ну, урок, разумеется, это символика. «Вознесен мой урок Всевышним, широко развезлись мои уста на моих врагов». Кто эти враги будут? Упомянуты дальше на уроке, я пока только читаю перевод. «Ибо я радуюсь помощи твоей. Нет святого, как Всевышний, ибо нет другого, кроме тебя, нет твердыни, как наш Бог. Не говорите слишком высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из ваших уст. Ибо Бог Всеведущий Всевышний, и дела у Него взвешены». Все дела принадлежат Ему, можно так лучше перевести. Он все решает. «Лонит кенуа лилот». Там, кстати, это место, одно из мест, где написано и читается по-разному слово «ло». Написано как «ламед алев», значит «нет», а читается как «ламед вав», значит, наоборот, «ему принадлежит». Есть еще несколько мест в Танахе, где такая ситуация. И обычно считается, что это как бы намек и туда, и туда в каком-то смысле. Да, что ему принадлежат все дела, он, так сказать, все решает. Но, с другой стороны, есть свобода выбора, поэтому он не вмешивается, когда доходит до выбора людей. В Иссенхайзек Хабберт по Кабале этот стих очень глубоко объясняет, связанный с управлением в духовных мирах, разный, парцюфим. «Лониткин» или «Лот», что тот, с другой стороны, Всевышний знает, как люди выберут, с другой стороны, он не вмешивается в их выбор. Очень сложная концепция, связанная со свободой выбора и знанием Всевышнего. Да, некий парадокс. Но, во всяком случае, мы, конечно, вдаваться в такие детали сейчас не будем, мы пытаемся вот простой смысл хотя бы понять этой молитвы. Значит, всеведущий Бог Всевышний, и все дела ему принадлежат, он решает, что произойдет. «Луки героев ломаются, слабые припоясываются силой». Дальше идет несколько стихов, которые прописывают, что бывает, что сильный становится слабым, слабый сильный, богатый бедный, бедный богатым и так далее, и так далее. Что все зависит от Всевышнего, и может вполне быть, что тот, кто казался сначала успешным, сильным, здоровым и так далее, кончит очень плохо, а наоборот человек, который был, как говорится, из грязи в князи. «Миашпот яримевьем» — это выражение, которое мы и в Халлоре тоже читаем, но вот впервые его скала Хана здесь, что Всевышний поднимает иногда бедняка из помойки и поднимает его на самый верх. Всякое бывает. Значит, луки, в смысле из которых стреляют, героев могут сломаться, слабые припоясываются силой, сытые нанимаются за хлеб, то есть становятся нищими и вынуждены работать, чтобы только кусочек хлеба себе заработать, а голодные, наоборот, перестали голодать. Бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает, да, то есть может кончиться дело тем, что женщина, у которой было много детей, останется без детей, Хас Вишалом, а наоборот женщина, которая долгое время была бесплодной, потом может родить семерых. Понятно, что семь, простой смысл, как многие комментаторы считают, семь это просто большое число. В те времена редко женщина рождала намного больше семи детей, сегодня есть и те, у кого и по 14 детей больше, но это тоже редкость, но в большом случае это возможно. Сегодня женщины и так долго кормят грузью, и еще есть причины. Я не говорю о тех, у кого рождаются двойные и тройные, даже вот если рожать по одному по очереди, но если женщина беременеет почти каждый год-полтора, как бывает в некоторых семьях, то она может родить намного больше семи детей. Но в старой времена обычно они кормили грузию 2-3 года, и во всяком случае редко женщина так часто беременела, поэтому семь это уже было очень много детей. Вообще семь это большое число считается, да, бесплодная может родить семерых, тем более, что до этого была бесплодной, это действительно большой хитр, что родит семерых. Кстати, сама Хана, согласно дальше тому, что написано в Ешмуэле, еще родила потом пятерых, да, но, возможно, да, здесь включаются еще внуки, есть разные мнения среди хазарев, те, кто пытается ровно семь насчитать, что если действительно про нее саму сказано, то, возможно, у нее было в результате как-то насчитывается семь, но вот упомяло то, что еще пять она потом родила. По крайней мере, после бесплодности, долгой бесплодности, это, конечно, тоже очень много. Пять плюс Шмель. Значит, бесплодная может родить семерых, а наоборот, та, которая имела много детей, может остаться без детей. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Поднимает он из помойки, я бы перевел, они переводят из праха. Поднимает из праха бедного, из грязи возвышает нищего. А, вот Ашпот, они как грязь переводят здесь. Первое выражение действительно из Афар, а второе из Ашпот. Это выражение, которое, как я сказал, есть и в Салмах, мы это говорим в Халале. Микимами Афардами Ашпот Ярим и Вьон. Здесь, примерно, то же самое. Чтобы посадить их с вельможами и престолом славы наделяет их, ибо у Господа из устой земли и Он утвердил на них вселенную. Стопы благочестивых своих охраняет Он, и нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. Сокрушены будут враги Господни, на них Он с небес воскримит. Господь будет судить все концы земли, даст силу своему царю и вознесет рог помазанника своего. Вот это конец молитвы, да, видимо, хана как-то почувствовала, или, как говорит, Радак, либо по традиции знала. Известно, что евреи потребовали царя как раз при жизни Шмуэля, гораздо позже. И действительно, Шмуэль, Рок Шмуэль помазал в результате и первого царя Израиля, Шауля, и позже Давида. Вот, рог обычно используют для помазания, но также рог, это символика какая-то, да, поднятие рога, так сказать. Она уже использовала один раз в начале песни, и один раз в самом конце, что уже про царя, что Всевышний, вознесет рог помазанника своего. Ярем Керен Машихо. Мы, кстати, тоже в наших молитвах, когда говорим в роге, в Мацмех Керен Яшуа, да, все время упоминается рог, в буквальном смысле, да, рог, возвышающий рог своего помазника, возвышающий рог спасения, взращивающий рог спасения. Окей. Вот вся молитва, получается, 10 стихов. Давайте посмотрим, как в модельном уроке Датсофрим пытается, значит, эту молитву объяснить, и какая вообще связь между разными стихами. Итак. Вообще, знаете, что, конечно же, в Танахе есть несколько песней, и все они обычно тяжелее их понять, чем простая проза. То есть в Танах он весь, в каком-то смысле, как песня. Да, вся Тора, она, мы даже говорим по-русски, стихи Торы. Все как бы стихи, но, тем не менее, они ближе к прозе. А вот есть отдельные песни, песня, например, «Оше еврейского народа после Чуда около моря», песня «Хаазину», песня «Деворы». Да, мы уже обсуждали, да, самое длинное, возможно, «Хафторова Шкеназин», да, включая песню «Деворы». Помните, обсуждали «Хафтору» в другом месте, «Хафтору Йоны», что она и песня «Деворы» это самые длинные «Хафторы». «Сефардим» только песня, поэтому там короче, но «Сефардим» — это четвертая и пятая глава книги «Шаптим». Там длиннее получается. В общем, так или иначе, песни, они не так часто встречаются. Во всем Танахе есть несколько песней, и вот это... Не всегда они, кстати, пишутся как песни, да, есть именно места в Танахе, где пишутся как песня, то есть пишутся в колонки текст специальным образом. Но даже те, которые не написаны как песня, например, «Благостояние Мошевос» и «Неделя глава», которую мы будем читать в ближайшем будущем, «Вне земли Израиля» в ближайшее воскресенье, да, в «Хафтим Хатору», это тоже, в общем, сурода песня, да, там стихи явные, но это не написано как песня. Ага, «Азин», но предыдущая глава пишется как песня. Ну, так или иначе, вот мы сейчас имеем дело с песней, конечно, понять песню гораздо сложнее, язык гораздо более сложный. Итак, спрашивает учитель, сопротив чего, собственно говоря, первая часть песни. Ну, отвечают ученики, что Хана, она же была очень сначала грустной, она была очень, постоянно плакала когда-то, да, была очень горькая, а теперь она описывает, как все изменилось в одно мгновение, когда она родила, наконец, ребенка, то теперь, наоборот, она веселая, счастливая, поднялся ее рог. Так на это отвечает учитель, что да, вы правы, алац, леби, да, алац, это слово, есть много слов для счастья, вы говорите, веселье, счастье, много разных синонимов, которые имеют разные оттенки, синонимы, это же не одинаковые слова, они имеют немножко разные оттенки, вот, кстати, во время, в благословении, во время свадьбы, мы говорим много разных синонимов, связанных со счастьем, весельем, радостью, так вот, алац, алица, да, он говорит, что это очень большое счастье, которое идет, Как он говорит, автоматически Биофон ТВ Которое происходит натуральным образом Не нужно, так сказать, специально Его создавать, это счастье, которое происходит Когда человек просто вот счастлив Прямо прет из него Веселье, прекрасное настроение, счастье Не нужно специально Стараться веселиться Он полностью доволен Хана, да, теперь после ее Разбитого состояния все это время Теперь она стала счастливым человеком Ее голова поднята Кто такие эти враги Спрашивает один из учеников Начинает она с того, что Ее рог поднялся Над ее врагами Она такая счастливая, ее рог вознесен И широко Разверзлись Уста мои на врагов моих Кто эти враги здесь Учитель отвечает, ну, во-первых, пнина Во-вторых, скорее всего Были и другие люди Да, наверное, капнина была не единственной Знаете, много людей есть Нечувствительных, которые Когда видят бесплодную женщину У них есть парочка советов Что делать не так Со что я все еще не покарал Еще что-то Знаете, есть многие люди Которые любят добить человека Когда ему и так тяжело Но ему еще говорят Наверное, ты что-то делаешь не так Знаете, в свое время Друзья Иова Когда он страдал Пришли и стали ему объяснять Что он делает не так Он-то знал, что он полностью праведный Вот И поэтому Хазаль учит Нашему адресу Учить нельзя так делать Человек, который и так мучается Очень нужно быть осторожным Чтобы не говорить человеку Иногда думают люди Что они ему хорошие советы Сделать шубу Допустим, человек болеет Да, они приходят навестить Говорят Сделать шубу Еще не поздно Может быть, сегодня Тебя тогда простит Наверное И как ты что-то делаешь не так Иногда бывает В каких-то случаях Действительно Человеку можно Есть какой-то раввин С большой репутацией Который его очень уважает Иногда бывает Что что-то скажет осторожно И бывает Это работает Но в большинстве случаев Такого плана утверждения Они только обижают человека Который и так Ему тяжело Вот Тем более Хара-то знала Что она ни в чем В общем-то не виновата Да То, что у нее не было детей Даже как у Сары Когда-то не было детей А потом Хагат Когда забеременела Сразу издеваться Возвышаться над ней Вот, мол Сара не такая уж праведная Раз все это время Она не могла забеременеть А я сразу забеременела От Авраама В общем Были у нее наверняка Другие враги тоже Враги в том смысле Что люди Которые постоянно ее обижали Издевались над ней Но книга не упоминает В данном случае Как часто бывает Ам Танах Не книга Не роман Да Не Не рассказ Поэтому Тут бывает Что что-то неупомянуто Бывает Что можно только выучить По контексту Вот как в данном случае Что скорее всего У нее было больше Чем один человек Который Над ней издевались Так ученик тогда спрашивает Но ведь Вы же сами объяснили На предыдущих уроках Что и Пнина Все делала Ради Всевышнего Что она ее специально Так сказать Хану Пыталась Пыталась Привести Так сказать К расстройству Чтобы она По-другому Молилась Как же можно Я назвать Врагом Ну Учитель отвечает Что конечно Хорошо спросил Но Пнина Тем не менее Да Мы сказали Что согласно Хазап Птик Пнина Все делала Лишемшемаем В каком-то смысле Ради небес Но сделала Все таки Она И Из-за своих Причин Тоже Собственно Это и подсказывается Самой песней Дальше Что люди Часто говорят Ну я же делаю Хорошее дело Я Допустим Упрекаю Кого-то Я упрекаю Лишемшемаем Чтобы человек Стал лучше А на самом деле У них Примершны Собственные Причины Некое Злорадство Издевка Да То что на самом деле Это вовсе не Или не только Не только И не столько По причинам Правильным человек Действует А часто Действует по своим причинам В конце концов Говорит Не то что Любила хану Вообще Две жены В одном доме Царота Они обычно Другого недолюбливают Как минимум Кстати Это тоже добавляет Ситуации Что обычно Да Если человек Другого недолюбливает То очень трудно Ему по-настоящему Сделать Упрек Ради небес Или даже Предупредить Вот знаете Говорят Когда скажем Узнают какую-то Информацию заранее О человеке По какой-то причине Когда можно узнать Чтобы не было запрета Лошенгара Не было запрета Сплетничать Так вот И невозможно Узнавать Например Про Допустим Допустим Женщина Ищет шидах И ей предложили Мужчину разведенного Она может быть Тоже разведена Сейчас Неважно Она значит Допустим Узнает Почему был развод И что это за мужчина Но вряд ли Ей посоветуют Спрашивать у его бывшей Да У его бывшей жены Потому что Эта женщина Будет скорее всего Не объективно В большинстве случаев После развода Они не будут Объективны По отношению К своим бывшим Супругам В общем Так или иначе Хана и Пнина У них были отношения Очень натянутые И поэтому Действия Пнина Наверняка Были не только Лишем Шамайм Вот хана Это в своей молитве Подсказывает Что не говорите Так высокомерно И гордо Только Всевышний знает Что у вас на самом деле В сердце Делаете ли вы Ради небес Или нет В общем Пнина радовалась Что ей есть Над чем Так сказать Поиздеваться Как так сказать Ущемить хану Поэтому Дальше Был там элемент Лишем Шамайм Но был и большой элемент Персональный тоже Да Про таких людей Говорит Можно было бы Назвать ее и врагом Во всяком случае Хана имела право Назвать ее врагом В каком-то смысле Что ей удалось Так сказать Доказать Показать Пнине Что она не права Всевышний и Ханне Ханне дал ребенка В всяком случае Получается Что Дальше еще тут Немножко диалог Между студентами И учителем Но идея такая Что удалось Датсофрим Как-то связать Слова с начала Начала песни О том Как радуется Хана И продолжение Что не говорите Так надменно Высокомерно Что только Всевышний Знает все Его Да Он Понимает В глубине сердца Человеческом Это все получается Из-за того Что Хана Отвечала Можно сказать На незаданный вопрос Если бы Нина Скажет Что наоборот Это из-за меня Ты и родила В результате Что я тебя Так сказать Посоветовала тебе Не плакать за столом И ты пошла Помолилась И Всевышний Тебе ответил Это наоборот Я молодец Кто молодец Я молодец Нет Говорит Хана Только Всевышний Знает Что у тебя было Сердце И какая у тебя Была на самом деле Причина Всевышний Разбирается В причинах Человеческих дел Дальше Начинаются стихи Где говорится Что Всевышний Так же и в остальном Может и бедного Сделать богатым И наоборот Значит Учитель Пишет на доске Что бывшие сытые Теперь становятся голодными Сильными Становятся слабыми Бесплодные Имеют много детей Умирающие Будут снова жить Кто-то спускается в могилу Будет поднят Низкий может быть приподнят И так далее Значит Почему происходят Все эти вещи Ну Один человек Один ученик Конечно отвечает Всевышний Да Все решает Всевышний Другой ученик Говорит На самом деле Есть и у человека Определенная участь Во всем этом Говорит Обычно человек Который талантливый Хорошо работает Тяжело Он обычно богатеет Или если он Профессию хорошую Получил Ему обычно Большая зарплата платится Так говорится Учитель На самом деле Ваши слова Написаны уже в песне То есть То что Первый учитель Ученик ответил То что второй Говорит Что вот стих Ла-Шем-Ми-Цуки-Арец Это вот после всех этих стихов Предыдущих Диаписы Как бедный может стать богатым Богатый бедным И тому подобное В конце Здесь перевод был такой Ибо Всевышнему принадлежат Устой земли И он утвердил на них Вселенную Так вот Автор Похоже переводит Слово Устой Здесь Ми-Цуки Это что-то очень сильное Те Такое Впечатляющее Он говорит Посмотрите на Железный мост Огромный Это вот впечатляет Что люди смогли построить Такой огромный Твердый Крепкий мост Который Действительно Впечатляет Большие мосты Как строят Знаете Через реки Даже через Вот сейчас Есть Туннель Через Английский Пролив Между Англией И Францией Можно на машине Проехать В общем Иногда действительно Очень Очень впечатляет А на земле Есть еще более Впечатляемые вещи На земле И в земле Который Всевышний Сделал Так он хочет сказать Что в этом стихе Подсказаны Оба как бы варианта Килагошем Митсуки Арес Всевышнему принадлежат Все Великое На земле Но также Он над ним Построил Тевель Так сказать Он На них утвердил Мир Что это Имеется ввиду Что он отдал Руки человеческие Тоже Возможность Использовать И умные И талантливые люди Могут выучить И использовать Те возможности Которые Всевышний дал В наши руки Но при этом Бывает что Разные ситуации Происходят Разные несчастья И то что люди Настроили там То что люди Были уверены Что это их предохранит Это их спасет В результате Это все ружится Всякое бывает На свете Бывают и пожары И взрывы И все что угодно Смотрите Смотрите что написано Дальше Он все пытается Связать эти стихи Которые казалось бы Трудно связать Логику Непонятна Не совсем понятна Логика Всей этой песни Ханы Дальше Стопы благочестивых Это известные вопросы Имеется ввиду Что это Темнота Как если бы Например Ночи Нету света А имеется ввиду Что Всевышний Их оставляет Как бы Без хашгахи Без специального Присмотра Что ли Всевышний Не спускает На них свет С небес Так сказать Они живут Просто согласно Законам природы А Закон природы Это тоже хорошая вещь Поэтому Многие люди В каких-то ситуациях Могут оказаться Вполне успешны Согласно Обычным законам Но Всевышний На них специально Так сказать Не обращает внимания Мир сделан так Что множество людей Могут получать удовольствие Если говорить Да Возможность И миллионы заработать Согласно И законам природы Тоже Но потом Говорит У них Они могут потерять Все Это отвечает Ученик Разумно Что есть много Семей Которые Подолгу Сохраняют Своё богатство И ничего Много лет У людей богатство И вовсе Никто их Ничего Они не теряют Отвечает На это учитель Ну во-первых Говорит Мы никому Не желаем Плохого Хас Вишал Всевышний Добр Если говорит И тем не менее Говорит Если вы посмотрите На то Что скажем Происходит В той же Америке Самой богатой стране В его время Наверное до сих пор Я не знаю Одной из самых Успешных И богатых стран Говорит Уже Статистики Пытались собрать Информацию Сколько остается Богатства Богатей И наоборот И оказывается Что почти все Богатые люди Они приобрели Богатство В своем же поколении Это не остается В семье Из поколения В поколение Люди богатеют И люди теряют Но это все Тоже действительно Так уж долго Те кто были Богатыми 50 лет назад Их потомки Обычные люди Не особенно богатые Так что все Не так уж и Долго сохраняется На самом деле Я бы добавил Что это может быть Особое свойство Именно Америки И не всегда Так было Еще Хвистхай Заметил Что в старые времена Обычно богатые Оставались богатыми Из поколения В поколение В основном В гораздо Большей степени Но последние поколения Особенности Это верно Для Америки Но вообще На западе Появились возможности Быстро заработать Но и бывает Что быстро Люди теряют Поэтому это Я бы не сказал Что хороший пример В любом случае Но так или иначе Это спорно Конечно Все эти утверждения Много раз Мы слышим Подобные утверждения Что на самом-то деле Да Злодеев Все-таки Постигнет В основном Кара С другой стороны Даже когда у них Вроде все хорошо То это Обычно Только может быть На одно поколение И тому подобное Я не знаю Всегда ли это так И в любом случае Мы видим Что из Самой Тори И даже в словах Хазаль Нередко упоминается Что бывает И подолгу У злодея Хорошо все А праведник Действительно Очень мучается В этом мире На это и есть Основной ответ Разумеется Что основное Не то Насколько хорошо Человеку в этом мире Это никакой не знак Что если человеку Хорошо в этом мире Значит Всевышний Ему благоволит Как-то Каким-то образом Этот мир Он сделан Очень сложно И еще Моше Не понял Как говорит Талму Да Не знал Как управлять Всевышним Почему одним праведникам Хорошо Другим плохо Одним грешникам Хорошо Другим плохо Бывает и так и так Это мы недавно Как раз В дафьеме Цикле В трактатике Душин Тоже касались Этой темы Там все очень сложно И это специально Всевышний сделал Чтобы было непонятно Если все было так просто И четкое было бы Соответствие То все бы Просто соблюдали заповеди Чтобы получить Побольше Побольше В этом мире И не было бы Особой свободы выбора Действительно Всевышний управление Очень сложно А если еще В Дабах Добавить Концепцию Гилбульсу Да Если в уравнение Добавить еще одну переменную Потому что человек может быть Не в первый раз в этом мире То еще все более сложно Мало ли какие грехи у него Скопились в предыдущих жизней Например Или наоборот Какие-то праведные акции За которые ему положена Большая награда В этом мире Но есть вещи За которые человек Получает награду в этом мире А есть которые в будущем И также на наказание тоже Поэтому это все очень сложно Ну вот автор говорит Что Согласно статистике Я верю ему Что в Америке Наверное это действительно так Очень редко бывает Что семьи Из поколения в поколение Сохраняют богатство Но Америка вообще молодая страна Тут не так много поколений У большинства семей И говорит На это есть причина Мы ее не знаем То есть в любом случае Автор должен согласиться Что и те семьи Которые из поколения в поколение Сохраняют богатство Это не потому что Они самые праведные Самые лучшие в чем-то К каким-то причинам Всевышний им сохраняет богатство Говорит Посмотрите внимательно Что в самом конце песни Строгий Как он говорит Суд Сильный суд Что ли Давайте мы с вами Прочтем этот последний стих Чтобы понять На что будет Теперь Последняя дискуссия На этом уроке Мы скажем Что не силой крепок человек Последний десятый стих Сокрушены будут Враги твои Всевышние На них он С небес Возгремит Господь судить будет Все концы земли Даст силу своему царю И вознесет Рог своему помазаннику Так вот На это опять же Ученик спрашивает Что мы же видим Что во время войны Выигрывает Тот-то более сильный У кого более Хорошая армия И лучшие Лучшие оружия На это учитель отвечает Что На самом деле Всевышний иногда Показывает Что ему принадлежит Решение в результате Ангелы это всегда знают А людям он иногда Показывает Так что видно Что это Всевышнего произошло Что все знали Что он Управляет миром И в этом Говорит Наше величие Даже по сравнению С ангелами Что Видимо Что люди Выбирают Своим выбором И потом Когда они признают Всевышнего В мире Где он скрыт То это В каком-то стихии Выше нас делает Чем ангелы Для ангелов Не сложно признать Всевышнего Они его видят Все время Так сказать Его присутствие Чувствуют его Так вот Говорит Тот кто не понимает Пути Всевышнего Он может считать Что он на войне Выигрывает Более сильный На самом деле Выигрывает Тот кого Всевышний хочет Чтобы Когда Всевышний Хочет Чтобы Эта сторона Выиграла И В этом Видимо Смысл Последних Стихов То что Здесь мы Перевели Из Того Перевода Который Я скачал Сокрушены Будут Твои Враги Всевышний Здесь Враги Слово Скорее Даже Те Кто Спорят Со Всевышним Так Наверное Более Будет Подходящий Дословный Перевод Как Автор Пишет Что Есть Многие Люди Которые Именно Рассуждают Что Главное Иметь Физическую Силу И Тогда Будет Успех И Забывают Что Всевышний Все Решает Про них Сказала Хана Что Всевышний В результате С теми Кто Спорит С ним Так Сказать Он Поставит На место Иногда Это Занимает Сотни Лет Но В результате Это Произойдет Потому что Всевышний Очень Долго Ждет И Бывает Что Злодею Не Наказывает Его Время Бывает Что Опять Он Возвращается К Индивидуму Что Бывает Что Индивидум Не Особенно Виноват В том Что Он Если Дети Соблюдающих И Несоблюдающих Евреев То Очень Многие Несоблюдающие Евреи Родились Семье Где Их Никогда Не Обучали Торе Они Никогда Не Соблюдали Поэтому Всевышний Соответственно Не Будет Наказывать Целые Народы Тоже Всевышний Ждет Но В результате Наглые И те Кто Самоуверенные Будто Люди Или Целые Народы Будут Разбиты Ну И Наконец Как мы Уже Упоминали Конец Здесь Молитва Ее Связан С началом Вначале Она Глядла Что Ее Керен Ее Так Сказ Рог Поднят А Теперь Молится Чтобы Всевышний Поднял Урок Всего Еврейского Народа Через Царя Через Помазника Который Будет Над нами Править И На этом Я на сегодня Закончил Если вам Нравится Видео Пожалуйста Жмите Лайк